У нас перекурчик пока, я устала, хотя я вообще редко говорю, а есть у нас мёдик? Я редко говорю, что я устала, но я прям устала, аж руки не поднимаются, есть, да? Спасибо, дорогая, спасибо, дорогая, большое, закрой, пожалуйста, дверь в ванную, чтобы не шумел её фен, как дела? Хорошо дела, чуть-чуть устала сегодня, на морозе так замёрзла, ужас просто, как мы снимали на морозе сегодня, просто жесть, холод, причём такой холод, не как у нас в Москве, холод какой-то такой сухой, да, ну, влажности нет, а именно такой прям до костей пробирает, хотя температура, ну, плюсовая, плюс 15, а в Москве даже при температуре ноль ты не ощущаешь такого, как это называется-то, ну, короче, не ощущаешь такого холода, а здесь я замёрзла, очень сильно. Вот решила вам пожаловаться, что мне холодно, и что меня эксплуатируют, девчонки. Спасибо. Вы учились с моей сестрой, у меня есть ваши старые фотки, красотка, спасибо, а где училась я с сестрой, в институте, или на тележурналистике? Вы счастливы? Я, да, я безумно счастлива, очень. На губах у меня ни карандаш, ни тени, это помада, которая, я сделала два оттенка помад, еще два сета по два помад, то есть, все тёмные для светлых, и вот это вот она, мой сэмпл, помада сэмпл, которым я пользуюсь уже, который уже, я уже не знаю с этим сэмплом, сколько я пользуюсь. Дочку наругала ли за что? Нет. Дубай нравится? Дубай надоел, если честно. Уже, знаете, раньше там было тепло, раньше можно было приехать среди зимы, допустим, в Дубай, было классно, можно было согреться. А сейчас там такая погода, уже даже не скупаешься, ледяная погода. Поэтому биферопастку я не делала, и, честно говоря, я даже никому никогда не советую трогать, что-то резать, ни в коем случае. Рестабул, привет, вам тоже привет. Сейчас я подключаю, согреюсь, и снова стану доброй, и снова стану... Привет, мой сын. Как вас грозный. Пока не собираюсь. Холодно у вас там. Это изменились, даже не скажу, что это самое главное. Но вообще-то люди меняются, это нормально. За 13 лет люди, как вы думаете, должны измениться или нет? Даже год, даже год, если проходят, люди меняются. Я стрелец, а... Я стрелец. Какой тон, Армани? По-моему, у меня 6,5, но вы должны подбирать под свой тон кожи. Вы же не можете сейчас взять себе такой тон, как у меня, и сделать то, что вам не подходит. Люблю тебя, я вас тоже люблю. Как пережить расставание, если любимый решил быть один? Я думаю, что если любимый решил быть один, то надо дать ему возможность быть одному. Если от вас... Вот я вижу так в жизни свою. Если Всевышний от вас забирает кого-то, и если у вас не получается, причём вы желаете этого очень сильно, значит, это не ваше. Значит, просто это не ваше. И Боженька готовит для вас что-то большее, что-то лучшее. Так что... Анти посоветовала книгу, 3 дня плакала. Я знаю, эта книга, а люди ли это называются? Ну, я просто... Мне ещё в этот день я заболела. Мы с ней начали разговаривать на тему этой книги. Я очень много посмотрела всяких документальных фильмов на эту тему. И я просто не могла... У меня, во-первых, как болела голова. Мне было плохо, это было в Москве, вот где-то несколько дней назад. И плюс эти все мысли об этих бедных людях из этой книги... Боже, мне было так плохо. И вот эта вся головная боль и не выспалась. Это просто было ужасно. Книга называется «А люди ли это?» Или «А люди ли мы?» Что-то такое, да? «А люди ли...» Вот. Обязательно прочь эту книгу, но я думаю, что я буду плакать. Книга о человеке, который выжил в Освенциме и который рассказывал свою историю о том, как они жили в этих лагерях, когда их селектировали каждый раз. Они не знали, кто-то идёт направо, кто-то налево, кто-то направо, кто-то налево. И они не знали, кого из них убьют и кого-то оставят. Но это было просто страшно. Как они работали зимой в пижамах, вот в этих, в которых они ходили. И их никто не... Как они эту корку хлеба там ели на несколько... Ну это просто ужасно. Суп одни глаза были. Ой, одна вода. И они этот суп ложкой вот так вот по тарелке. Ужасные, чудовищные вещи. Мне всегда больно думать об этом. Как бы, что люди на такое способны, что человеческие сердца могут быть настолько чёрствыми, жёсткими. И... И... Ну, короче. Ужасно. Страшно. Ладно, пойдём работать дальше. Сколько там у нас времени? Пять минут? Точно, Никита напомнил. У нас же сегодня мероприятие. Не забывать надо, не забыть. Точно, сегодня же. Нам надо ещё на мероприятие успеть. Но у нас оно в восемь, да? Мы можем прийти в восемь тридцать. В восемь надо быть готовыми. Я вас тоже рада видеть. Ладно, пойду я дальше работать. Я вас тоже очень люблю. Спасибо, что у меня есть. Вы слышали по новостям в России? По девочку? Нет. А что случилось? Я не искал кого-то. Я не искал кого-то. пропозицион. Ну... Ну...